Здравствуйте, это новости Дагестана, студия Джамиля Шарипова. Дагестанские активисты ОНФ призвали надзорные органы республики ликвидировать крупную мусорную свалку устроящегося водовода в Бабайуртовском районе. В создавшейся ситуации общественники обвиняют районную администрацию и регионального оператора ООО Даг-Эко-Сити в том, что проблема не решается, мусор регулярно свозится на эту площадку, причем в больших количествах, что является нарушением природоохранного и санитарного законодательства. По словам местных жителей, неоднократные предписания специалистов Минприроды в адрес администрации района не исполняются уже на протяжении нескольких лет. Свалка занимает несколько гектаров земли на окраине райцентра. В чистом поле складируется бытовой и строительный мусор. Также здесь нередко замечают трупы домашних животных. Мусор постоянно сжигают, из-за чего в округе стоит запах едкого дыма. Страдает и домашний скот, который пасется недалеко от свалки. В селе Смугул Ахтынского района построили спортивную площадку. В связи с открытием объекта состоялось торжественное мероприятие. Построена площадка в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Стоимость проекта 7,5 миллионов рублей. Установлено искусственное покрытие, поле подсыпано кварцевым песком, резиновой крошкой, ограждено по периметру и сверху занавешено сеткой. По словам представителей местных властей, строительство подобных объектов мотивирует молодежь вести здоровый образ жизни. Теперь у местной молодежи появилось место для воспитания целеустремленности и воли к победам. Смугульские школьники уже организовали здесь местный турнир по футболу. С февраля изменится правило получения шенгенских виз. Стоимость шенгенской визы не изменится для граждан России, а также для путешественников еще из 10 государств. Консульский сбор по-прежнему будет составлять 35 евро. Но при обращении за оформлением визовые центры стран Европы, входящих в шенгенскую зону, общая стоимость услуг будет больше. Туроператоры сходятся во мнении о том, что обновление кодекса принесет российским туристам несколько позитивных изменений. Например, пятилетний шенген смогут получить путешественники, у которых уже была многократная и правильно использована шенгенская виза минимум на два года в течение последних трех лет. Однако есть и опасения, что однократных виз станет больше. То есть заявители, которые впервые едут в Европу, будут получать разрешение на въезд только на срок путешествия. Россиян ожидают длинные выходные и четырехдневная рабочая неделя. В связи с празднованием Дня защитника Отечества, который выпадает в этом году на воскресенье, выходной переносится на 24 февраля, понедельник. Таким образом, россиян ожидает одна сокращенная рабочая неделя с 25 по 28 февраля. Следующие продолжительные выходные будут с 7 по 9 марта. Рабочая неделя после мартовских праздников также будет сокращенной с 10 по 13 марта. Дагестанцы, муслим Гаджи Магомедов и Зимфира Магомедалиева признаны лучшими боксерами России. Федерация бокса страны наградила самых успешных мастеров кожаной перчатки за 2019 год. Церемония проходила в рамках крупного боксерского форума в Калининграде. Мира и Европы вручили сертификаты на 500 тысяч рублей. Кроме того, был отмечен и наставник Гаджи Магомедова Рашидбек Ахметов. Вдобавок к премии получил также ключи от автомобиля. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Удачных выходных, всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова